И голос и строевой шаг у Ольги Ерофеевой, капитана команды 17-й школы, отрепетирован до мелочей. В прошлом году Ольга участвовала в краевой зорнице, а в этом ей выпала роль стать командиром, чему она очень обрадовалась. Говорит, любит брать ответственность на себя. Однако в этот раз было непросто. Новая команда, и мы все работали с нуля. И за довольно маленький срок мы получили очень хороший результат. И я считаю, что наша команда просто прекрасна и справится со всем. Постепенно учили и научился, сработались все. Много работали, уставали и сработались. Среди новичков и участники 14-й школы. Первое, что им предстоит пройти – медицинская помощь. Куда звонить при травме, как накладывать повязку. Здесь же нужно ответить и на теоретические вопросы. Говорят, несмотря на первый опыт, трудностей они не побоялись. Мы подготавливались, мы там репетировали плакаты, читали, нам давали бумажки учить. Вот мы учили. Здесь тоже на зорнице много чего учат. В армии легче будет, там шагать учат правильно, как надо на зорнице. Так что в армии будет легче, когда я пойду уже. Настоящий солдат должен не только знать строевую подготовку и накладывать повязки, но и уметь поднять боевой дух. Например, красочным плакатом. А пока одни вооружаются красками и кистями, другие на скорость собирают, разбирают автомат Калашникова. Участники делятся на три возрастные категории. Младшая группа до 13 лет, средняя до 15 и старшая до 17 лет. Первым предстоит пройти шесть соревновательных этапов, остальным десять. Среди участников не только березняковские, но и усольские и орлинские школьники. Всего у нас участвуют в мероприятии 26 команд из школ города, а также учреждения дополнительного образования. Это дворец детско-юношеского творчества и детско-юношеский центр «Каскад». И в этом году у нас появился новый этап, называется он «Марш-бросок». Он будет проходить на базе школы «Темп». На этом этапе участники преодолевают полосу препятствий на время. Результат пойдет в общий командный зачет. По итогам всех этапов определят победителя, который поедет на краевой этап Зорницы. А известно, это будет 3 марта. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхникаме.